У микрофона Адальдиса это выживание компактных уродиков в Sims 4. Не так я хотела провести начало серии и, в принципе, всю серию, но эта игра меня радует. Баки Энн зовёт Адольфа, который там немножко голенький на заднем плане, пригласила нас на свидание, мы обязательно сейчас пойдём. На свидание нас пригласили в то место, где, собственно, мы и познакомились. Это мотель, который построен для учёных, перед нами стоят учёные, для того, чтобы они исследовали эту вечную зиму. Так, надеюсь, мы здесь быстренько с ней пообщаемся и пойдём, потому что у нас много дел. Вообще, у меня там все захотели резко спать, суббота 7 вечера, понимаете ли. Но нас пригласили на свидание, поэтому будем менять свои планы. Вот, мы рассказываем анекдотики, задаём рискованные вопросики. Это свидание становится всё лучше и лучше. Боже, я за вас рада. Мне кажется, Баки не просто так пригласила нас именно в мотель, где можно как бы переночевать, да, попить кофе на ночь. Но у нас такие правила, что нам нельзя заниматься этим самым, пока мы не поженились. Поэтому, простите, извините, но у нас сегодня будет реальное кофе и не более того. Это суббота, последняя суббота весны, поэтому нам надо как-то хорошо провести время. Может, мы, правда, где-то прогуляемся, вот, предложить посмотреть на звёзды. Чё-то Баки не в восторге от работы за компьютером, поэтому давайте попробуем прогуляться. Какой взгляд интересный. Короче, он, знаете, хочется казаться лучше, Баки, и так далее. И в итоге такой вот он дурачок. Вольфи приносит домой 64 симолёна и отлично справляется на работе. Все у нас спят, значит, единственное, Вольфи у нас работает. Вспоминается сразу момент, когда мы на утёсах тоже вот так вот лежали. Помню, Адольф лежал в траве, и они тоже смотрели то ли на звёзды, то ли на облака. В общем-то, очень романтично. Они, правда, хорошая парочка, как вы думаете. Ну, а мы переносимся уже, скорее всего, на утро. О, нет, ребятки, мы далеко не ушли, я только выполнила желание поцеловать Баки. Следующее же желание устроить помолвку. Выберите действие сделать предложение из категории романтические отношения. И я вот думаю, а почему бы, блин, нет? Давайте попробуем. Я ещё в самом начале, как только Адольф увидел Баки, я говорила, что, скорее всего, наш наследник не будет бегать первый день искать себе жену, у него будет немножко другой сюжет. И мне кажется, этот сюжет наступил. Давайте попробуем, они оба кокетливые. Давайте попробуем действительно сделать предложение. Давайте. Ну, скажем так, вот на несколько свиданий они сходили. Баки, кстати, уже молодая. Нет, никакого ребёнка сейчас не будет, но... Да, она согласилась! Боже, это очень классно, но нет, жениться мы не будем. Желание у нас было просто устроить помолвку, никакого желания пожениться нет, поэтому, думаю, какое-то время они походят вот в статусе жениха и невесты. Вот, вот это вот шикарное завершение свидания. Вот теперь вот можно идти домой спать. Ну да, ну да, уже купить свадебную арку? Нет, нет, нет! А этой ночью у нас первое свидание Вольфи и Икара. Ночью все романтичненько оделись, ну и вы знаете, что Вольфи у нас серийный романтик, а поэтому ей нужно ходить на свидания. Икар любезно согласился ночью с ней повстречаться, вот, привела их в более-менее посветлее место, и теперь они будут развлекаться. Ну куда, куда ты пошла, с каким мусором ты пошла играть? Точно так же, как Адольф и Бекки, мне кажется, Вольфи и Икар будут отличной парой, но на первое время. Мне кажется, у Вольфи действительно будет много-много мужчин. А что у тебя беленькое светится? Что это такое? А, это у тебя пирсинг. Ночью все поднялись, потому что Ленорочка плачет. Эсмеральда вот сама решила искупать маленького Джеральда. Завтра, завтра у нас много будет дней рождений. Джеральд у нас должен повзрослеть до ребёнка. Потом Вольфи должна будет уже стать молодой. Что-то... Ой, а вы помните этот момент? Пришёл к нам призрак Джека. Я вспоминаю серию, когда Джейк пришёл к нам чистить туалет, чтобы стать с Генриетой мужем и женой. И он сейчас пришёл как призрак, и он снова чистит нам туалет. Это очень смешно. Это очень смешно. И ещё у нас должна повзрослеть Ленора до Тоддлера. Боже, как же это смешно. Он решил и ванну нам помыть. Джейк, может, ты и правда не такой плохой? Вот заканчиваем мы на этом свидании уже рано утром. И Вольфи приглашает Икара на своё день рождения. Уже сегодня вечером. Я теперь понимаю всех этих бабушек, которые в 7 утра непонятно куда едут, где-то по городу в маршрутке. Потому что вы видите время, 5 часов утра. Герхарда уже приготовила для всех завтрак. Уже выполняет своё ежедневное желание. А вот и завтрак всей большой собравшейся семьёй. Эсмеральда с Райной вообще в отличном настроении. У них у двух детей сегодня день рождения. Они в прекрасном настроении. С второй стороны наша Генриеточка. Что про неё можно сказать? Ну, она будет теперь немного осторожнее. Я ей сменила весь гардероб. Теперь никаких украшений, макияжа, маникюра. Ничего. У неё много там порезов, шрамов. Короче, она будет где-то неделю нашу, то есть всю молодость её, отходить. Ей очень плохо. Она еле передвигается. Вот как-то более-менее общается. Но у неё сейчас нет никаких планов. Она просто, ну, знаете, вроде бы и хочется жить. Но зачем, она не знает. И с другой стороны у нас Эсмеральдочка с Адольфом уже поели. Которые сегодня были ночью или вечером на свиданиях. Посмотрите, как себя уверенно уже чувствует наш наследник. Просто такой альфа-самец. И нужно им сегодня всем планировать дни рождения. Мамочка наша уже, скорее всего, ушла на работу, да? Ага, она уже отправляется на работу. Вот так вот. Иди, пожалуйста. И сегодня день навыка, и я хочу вам кое-что рассказать. Купила я, значит, вроде бы это преобразователь. Ага, вот, утилизатор для того, чтобы утилизировать всё, что нам не надо. Вот эти вот ресурсики, детали и запчасти. И вот этот вот сам преобразователь, в котором мы можем что-то делать. Было бы хорошо сегодня что-то Генри типа сделать, но у неё ужасное настроение. Она ничего не хочет делать. И, наверное, сегодня она будет просто лежать, знаете. Просто общаться, вот, например, с Джеральдом и лежать. Поэтому она идёт вот лежать. Вы не поверите, но сейчас у всех абсолютно братьев и сестёр желание помочь как-то Генриете. Как-то рассмешить её, узнать получше, как у неё прошёл день. Думаю, ей это всё надоест, потому что она одиночка. Она, в принципе, не привыкла с кем-то много-много общаться. И у неё желание, ну как всегда, стать волонтёром с семьёй. Поэтому я сегодня кого-то отправлю волонтёрствовать. Ой, боже, как же это прекрасно. Как же это классно выглядит на самом деле. Ой, и Адольф такой, я тоже так умею. Я вообще-то помолвлен уже. Да, не ошиблась я в выборе Асмиральды. Она очень прикольная на внешность. И она очень подходит Райну. Вольфи здесь переписывается и думает только об Экаре. Что же будет сегодня вечером? Вон там вот сзади побежал Райн ловить рыбу. Но сейчас у него наступит ужасная депрессия из-за того, что в мороз всю зиму нельзя ловить рыбу. И как он теперь исполнит свою жизненную цель? Чем он будет заниматься все эти, знаете, дни, недели, месяцы и, возможно, годы, пока Адольф не вернёт лето обратно? Теперь у нас с Райном проблема. Чем ему заниматься? Я отправляю Генри, Вольфи и Райна волонтёрствовать, например, в доме престарелых, пожалуйста, отправляйтесь. А я вам уже говорила, что Эсмеральда будет нашей следующей мамочкой нашей семьи. Боже, она мне так нравится, как она ухаживает за детьми, вот воспитывает, понимаете? У нас Герхарда не находила времени воспитывать своих детей, вот так вот сидеть с ними, карточки что-то учить. А у Эсмеральды это время есть. Пятый навык воспитания. Она только молодая. В Вольфе попалась пожилому персонажу. Ну, понятное дело, вы пошли помогать в приют для престарелых. А он хватает её за руку и начинает рассказывать о своей молодости. Конечно же, она послушает рассказы, хотя она задира. Наверное, она спрятается в туалете, потому что, ну, она задира. Пожилой персонаж явно расстроен из-за того, что Вольфи убежала. А Вольфи почувствовала себя неловко и долго пряталась в ванной. Стыдоба! Ох, стыдоба! Звонит нам, короче, отец Бекки. Говорит, да я всё узнал, и я вас поздравляю. Спасибо большое! Мне кажется, Линорочка будет самой такой балованной девочкой. У этой стыдобы, простите, конечно, у неё голова болит. Ей пришлось помогать, поэтому она сейчас поразвлекается. Боже, как она красиво поёт, вы это слышите? Правда классно. Очень-очень классно. Ну всё, не будем тебя смущать. Генриетта пошла к могилам скорбеть свою бабушку. Вот это я понимаю уровень грусти. Всё, уже всем написали, что надо отпраздновать вечериночку, поэтому мы сейчас её и устроим. Прикольно, как только началась вечеринка, мы не успели повзрослеть Линору сами, как она повзрослела автоматически, потому что, ну, как бы ей уже пора. Поэтому смотрим. Смотрим, какой она получилась. Бог ты мой! Ютуб, надеюсь, меня за это не забанит. Линорочка. Вот наша Линорочка. И Адольф в отчаянии. Меня вообще никто не любит. Никто никогда меня не полюбит. В смысле? У тебя ты уже помолвлен? Ты чего? Глянись, ты всем нравишься. Вот именно. Итак, Линора. Линора. Давайте на тебя посмотрим. Боже, ну вот это вот поза, я понимаю. Поднимайся, пожалуйста. Вот, ты же моя хорошенькая. Нет, Вольфи берет оплачиваемый отпуск. Ой, ты же мои глаза какие. О, какие глаза, посмотрите. Мне кажется, она будет прям уродиком. И вроде бы серые глаза. Линора. Любознательная. Вот так вот. Действительно очень-очень милый ребенок. Вот, это наша первая повзрослевшая девочка. Давайте ее поздравим. Где наша мама. Обязательно нужно с ней поиграть с Линорочкой. И рассказать забавную историю. Кто у нас здесь еще пришел? Икар пришел. Пришел Манфред. Пришел Ватеа. Мода, конечно, творит ужас какой-то. Где наша Вольфи, которая будет сейчас признаваться в том, что у нее как бы есть парень. Давайте мы с ним душевно поговорим. Да почему у нас все мужики моют унитазы? Давайте мы с ним пообщаемся немного. Также пришла наша подруга, подруга Генриетты, Лайза, пришла. Вот. Давайте мы... Да зачем ты идешь мыться в нашу ванну? Еще и грязную ванну. Спросим ее о карьере. Как у нее там сейчас дела. И в первую очередь Адольф скажет всем, что он помолвлен о Сбеке. Вот. Сколько у нас новостей. Просто дофига. Ты очень голодный. У нас нет еды. Ах. И пришел даже Вольфганг. Какое солнечное утро вы это видите? Вернее вечер, но да ладно. Газ Кранц пришел. Боже, нам надо было сюда купить какую-то музыкальную установку, чтобы все немножко там, не знаю, танцевали. Что-то такое. Пришла наша вторая подруга Роузи. Наша лучшая подруга. Посплетничаем с ней обязательно. А Адольфу сейчас нужно быстренько подружиться с Манфредом. Потому что нам это нужно по заданию. Ты сегодня весь день спал. Поэтому, пожалуйста, хотя бы подружись. Хотя бы что-то начни с ним делать. Здесь очередь, короче, на Ватеа. И Карус Ватеа. Потом Бекки с Ватеа. Где наша Герхарда? Приготовила ты что-то? Как всегда, мы будем потом взрослеть на маяке. Все из-за того, что, ну, как бы... О тортике я что-то не подумала. Это максимальный навык кулинарии. Вот это вот, конечно, да. Давайте мы пригласим за стол всех. Женщина какая-то приехала. Говорит, слушайте, у вас тут пахнет? Перушка у нас здесь. Вы только посмотрите на эти наряды. Этот, блин, как на Оскар пришел. Это просто в восторге от еды. А здесь просто коллекция 2022 весна-лето. Итак, Герхарда будет проверять теперь всех парней, которые приходят к ним в дом. Поэтому давайте Герхарда представиться смешно с Икаром. Спросит, ну, ты вообще кто? И, ну, как бы с Бекки она уже знакома. Поэтому она сейчас будет, знаете, сталкерить Икара, смотреть, чтобы он ничего лишнего не сделал. Вы же общается ребенок с мамой. Боже, это действительно страшно выглядит. Бекки вот общается с Гассом. Кто здесь еще приглядывает за Гассом? Вольфганг. Давайте пусть Вольфи скажет Вольфгангу, вот, как ты думаешь, подойдет ли мне Икар? Давайте она с ним поболтает. Ну вот, мне нравится, что они все чем-то занимаются. Мужики продолжают нам натирать ванную до блеска. Все, давайте на этом заканчивать. Мне очень нравится все это, но нужно идти на маяк и взрослеть Джеральда. Мне кажется, у нас серия выходит достаточно интересно, учитывая, что у нас Адольф, блин, помолвлен уже. Счастлива за Герхарду, что она достигла 10-го навыка готовки, поэтому будем запрягать сейчас Эсмеральдочку. Смотрим, 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 боже. Как я волнуюсь. Вот волнуюсь за Джеральда. Давай, мои хорошенькие. Конечно, он сейчас пройдет километр, чтобы повзрослеть. Пересвет, здравствуй. Покажите мне этого мальчика. Ух, какой интересный. Итак, давайте... Случайная черта характера опять задиродов. Почему все набрались от этой... Вольфи? Почему все задиры? И Джеральд, благодаря исключительным навыкам, получает дополнительную черту характера. Я видела, что у него пятый навык воображения, поэтому я ему сделаю творческую жизненную цель, детскую жизненную цель. Вот. И сейчас у него все по два. Вот, посмотрим на этого мальчика. Вот какой у нас мальчик, посмотрите. Голубоглазый. Ох, какой хорошенький. Мне кажется, даже эта причесочка ему идет. И сейчас давайте мы еще повзрослеем Вольфи. Она уже сама взрослеет. Короче, она разъяренная. Не дождалась своего тортика. Со мной не все в порядке. Перепады настроения. Безотчетная ярость. Короче, не дождалась она тортика. Посмотрите, я не могу отменить это действие. И что ж, что ж, она задира. Дитя океана и серийный романтик. И мы пойдем в генератор. Сейчас понедельник. А значит, мы можем выбрать кому-то профессию. И это будет Вольфи. Что у нас по черте характера? Третью черту характера мы выбираем из черт характера родителей. Вольфи у нас необычная девочка. Она не от штенцеля, если вы не знали. Черты характера мамы Герхарды. Творец самоуверенная и веселая. Вольфганг у нас имеет высокие запросы. Точно так же, как Штенцель, кстати. Он карьерист и свой в доску. Поэтому, мне кажется, любая из этих черт, любая прекрасно подойдет нашей Вольфе. Поэтому старт мне очень интересно. И она, походу, будет карьеристом. Ух ты! Отлично! И сейчас мы выберем ей еще и карьеру. Мы генерируем карьеру вместе со специализацией. Ну и Вольфи, я Ханна. Это у нас будет фрилансером, графическим дизайнером. Ну, блин, это прикольно, но я не знаю, насколько это достижимо в наших условиях. Я минутку погуглю и вернусь. Потому что, вроде бы, карьеру фриланса мы можем скипать. Ладно, я согласна. Пусть она попробует быть графическим дизайнером. У нас деньги есть на этот этюдник, в котором она будет рисовать. Ну и, в принципе, Вольфи у нас достаточно творческая личность. Да еще и карьерист. А настроение этих персонажей повышается из-за успехов в карьере и портится из-за карьерных неудач. Персонажи могут расстроиться, если не получат повышение. Ну что ж, не знаю, много ли видно изменений Вольфи. Мне кажется, немножко она стала так побольше. Но она остается злой булочкой. Ищем карьериста. Ой, да. Фрилансер. Сама себе начальник, свое расписание. Неплохо, не правда ли? Если вы ответственный и дисциплинированный человек, нет. Возможно, вам подойдет карьера фрилансера. Вы можете выбрать одну из многочисленных отраслей. А агентство не замедлит найти для вас клиентов. Индивидуальный предприниматель. Отлично. Она сейчас работает где? Она продавщица в каком-то Бургер Кинге. Типа заменяем работу. Мы будем графическими дизайнерами. Боже, сколько здесь текста. Я как-то потом прочитаю. Электронные художники. Мы, я так понимаю, для того, чтобы зарабатывать на этом деньги, нужно отдельно как-то что-то делать. Правильно ли я понимаю? Узнать про подработку. Давайте посмотрим. Что ж. Вот портрет политика. Срок сдачи среда. Энергичному молодому политику нужен портрет для нового кабинета в ратуши. Требуется художник, который по контрольному изображению сможет создать портрет опытного и умного государственного мужа. Боже, как это звучит. Правительство выделяет бюджетные средства на один портрет за срок пребывания в должности и хорошо платит за качественную работу. Всего 175 миллионов и навык рисования первый уровень. Нам нужно рисование. Воспользуйтесь компьютером. Вот мы и приехали. У нас компьютера нет. Нарисовать портрет на этюднике. Это мы еще купим. И утвердить портрет. Ну хорошо, этим мы уже займемся в следующей серии. А сейчас я быстренько посмотрю на нашего Джеральда в кассе. Я так смотрю, день навыка прошел успешно для всех, кроме Генриетты. Но это и неудивительно. Джеральд у нас вот такой вот. Если что, опять-таки, он не от Райнхольда. Он только от Эсмеральда. Прикольный мальчик, красивый. Ему реснички и вообще просто все девки его. Ленора. Ну вы видите, что здесь есть какие-то черты от Райнхольда. Возможно нос, а возможно и нет. Скорее всего форма лица от Райнхольда. То есть такая вот уродливая. Ну и понятное дело, бак с полнотой, я так понимаю, не исправили. Полнота на максимуме. Вот такая вот девочка. Ну в принципе, со скинтоном можно жить. Да, Генриетта? Ну что ж, подписывайтесь, чтобы принимать участие в жизни канала. Заглядывайте в группе ВКонтакте. Что там еще? Подписка, лайк, колокольчик, комментарий. Обязательно. И на этом пока что все. Субтитры сделал DimaTorzok